То, что касаемо футбола, вы знаете, я не склонен ругать никогда футболиста, потому что это тяжелый труд. И люди, которые хоть раз бегали 10-15 километров, или хоть как-то понимают, о чем идет речь, какие-то нагрузки, кое-что, то никогда не будут осуждать так, как это делается, и так вот карикатурно смеяться, что там 10 манекенов. На данный момент у нас такие реалии, что играет команда, как играет. Единственное, что бы хотелось увидеть на этом чемпионате, это огонь в глазах, какой-то стержень, как было, допустим, сейчас на чемпионате мира по хоккею. Что ребята просто собрались, и видно было, что они хотели, они голодны до победы. И был абсолютно другой коллектив, и приятно было на это смотреть, была и тактика, и командная игра. В футболе наши позиции всегда были послабее, но были же прекрасные команды в 80-х годах, и неплохо достаточно игровые. Здесь, наверное, касаемо то, что развития футбола, наверное, и хочется верить, что сейчас что-то делается. Это наши футбольные школы. В наших клубах хочется видеть побольше все-таки русских талантливых ребят, а не покупных за какие-то там сумасшедшие, неоправданные деньги. И обидно больше даже смотреть, что люди, которые их покупают за сумасшедшие бабки, они, играя в Европе, как бы выкладываясь, они здесь начинают играть так, ну, как-то так. Вот понимаешь, что можно здесь как бы так и не бегать, получается, что нет такой выкладки. И наш футбол, наверное, не выиграет от того, что если просто будут покупаться какие-то игроки. То, что касается сборной России, я говорю, что если они соберутся, если вот у них что-то им так вот, как бывает, знаете, какая-то случайность там, которая просто подстегнет всех и соберет в кучу. И если это произойдет, это вот будет как, они, думаю, коллектив достаточно интересен, чтобы что-то выиграть, если они соберутся в кулак. Спасибо.